Приветствую вас. Аноним. Смотрите, во-первых, мне очень жаль, что у вас такие негативные представления, негативные впечатления, негативные воспоминания остались о детстве, о школе, об учителях. И вы, наверное, имеете право не любить все, что связано со школой, все, что связано с детством, но именно не любить, ненавидеть, именно не любить какие-то вещи, которые вам не нравятся. Которые вы считаете неправильными. Именно вы. Не с точки зрения кого-то, а именно вы. Дальше. Если вы не любите детство, то вы подавляете в себе то, что с ним связано. Я имею ввиду с детства. Как правило, это именно определенная часть личности. То есть, детское, детское эго-состояние. Это все, что касается наших желаний, наших импульсов, наших чувств, увлечений, творчества, спонтанности, наивности. Вот есть вероятность того, что вы это в себе подавляете. Дальше. Ненависть. Я верю вам в том, что вы ненавидите школу, ненавидите детство, ненавидите учителей. Я верю. Дело здесь немножко в другом. А именно в том, что ненавидя вы пытаетесь это устранить. Потому что нарушает вашу гармонию, нарушает ваш баланс. Вот как вы говорите, нервирует и смешит. Когда другие люди говорят, хочу вернуться в детство. То есть, и смех, и... То, что вас это нервирует, свидетельствует о том, что вы защищаетесь от этого. Люди хотят вернуться в детство, потому что там меньше ответственности и больше свободы. У вас такого опыта нет. И именно это, вероятно, является самым травмирующим моментом, что у меня нет опыта свободы, у меня нет опыта какой-то безответственности, в хорошем смысле этого слова. И я вот чувствую себя какой-то не такой, когда люди в детстве вернуться хотят, а я нет. Я себя чувствую какой-то не такой. Вот. Ну и... Понятно, что... Остались обиды, остался негатив. Все это нужно проживать вам. То есть, выходить из этого состояния не нужно. Точнее, вы не сможете. А вот прожить, извлечь опыт, усвоить опыт, взять на себя ответственность за то, что вы чувствуете, за то, что вы хотите. Взять на себя ответственность за вот те конфликты, которые внутри вас. Взять на себя ответственность за то, что вызывает смех и нервные переживания. Вот. Что является, на мой взгляд, вашей основной задачей. То есть, если не ради себя, то хотя бы ради своего ребенка. То есть, вот, последовательно, последовательно процессы терапии. Прорабатывать, проговаривать, проживать те обиды, которые у вас есть. Реагировать на них. И осознавать какие-то вещи. Например, что все, что было, не было направлено на вас лично. Все, что было, не связано с вами. Все, что было, никак не характеризирует вас, как человека и как лично. И, может быть, вы со мной согласитесь, но я задам вам вопрос, насколько честно вы соглашаетесь. И, может быть, вы со мной не согласитесь. И я задам вам такой же вопрос. Насколько честно вы не соглашаетесь со мной, например. Такая вот история. Но вы же не думаете, правда, что есть какой-то универсальный способ, который может помочь вам выйти из вашего состояния. Вы же не думаете, что люди, испытывающие примерно то же, что и вы, настолько одинаковы, что для них подходит единое решение. Если честно, я подумал, что вы себя обесцениваете, считая, что для вас есть уже какое-то готовое решение. Если вы себя обесцениваете, то, вероятно, с этого иной-то начат. Как происходит процесс обесценивания у вас? У вас есть обида на жизнь, на школу, на учителей, на родителей своих. Вероятно. И какие-то вещи вы действительно не принимаете. Действительно какие-то вещи можно и нужно не принимать. Какие-то вещи откровенно деструктивные. Но обида говорит, с одной стороны, об ожиданиях, которые у вас есть по отношению к тому, что вызывает негатив. А с другой стороны, привычка перекладывать ответственность за себя на других людей. И понятно, что в детстве, в полной мере, делать этого вы не могли. Но сейчас вы взрослые, сейчас вы уже сами мама. Я думаю, пора. В основе обиды лежат ваши естественные потребности, удовлетворение которых вы все еще, если чувствуете обиду, требуете от тех, кто вас обидел. Итак, отвечая на ваш вопрос, выйти из этого состояния нельзя и не нужно. Оно свидетельствует о неусвоенном опыте вашем. Вот прожить это состояние и сделать так, чтобы оно к вам меньше приходило, чтобы те события, которые были в школе, перестали вас задевать. Чтобы этот опыт, который вы получили, вы смогли использовать в дальнейшем. Вполне можно. Но это определенная работа. Это терапия. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится. Ложно пог Sudanε hips. И она будет недовольней 1976. И это камень. Мэтр-на-на-на-на-на-на-на-наче дома. Продолжение следует...